Десна ТВ Смоленской области анонсировали снятие ограничений 15 июня. Однако в этот день было принято решение об их продлении из-за нестабильной ситуации с COVID-19. В регионе по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а покидать дома можно лишь в случае крайней необходимости. Работа общепитов и объектов розничной торговли, предприятий культуры и досуга приостановлена. 15 июня в Смоленской области стартовала акция «Волонтеры Конституции». Добровольцы рассказывают горожанам о планируемых изменениях в главный закон страны и о предстоящем общероссийском голосовании. Вопросы пенсии, работы правительства, защиты материнства и детства, яснее понять эти и другие предстоящие поправки в главный документ страны, помогут волонтеры Смоленщины. Тонкости нововведений они освоили на обучающих мастер-классах и семинарах. А с 15 июня поделиться этими знаниями со смолянами готовы более 700 волонтеров. Основные как бы у нас это рассказать про то, что будет 1 июля общероссийское новое голосование, то, что где можно будет проголосовать, на каких участках, можно ли проголосовать досрочно и можно ли проголосовать на дому. Из 46 информационных точек области две находятся в Десногорске. Всем желающим волонтеры раздают листовки, где указаны предстоящие поправки в Конституцию, а также отвечают на вопросы, которые интересуют горожан. Волонтеры Конституции объединились вместе с ЦИКом и проводят вот такую вот информационную работу, именно информационную, не призывая голосовать за что-то или за какие-то конкретные поправки, а только объясняя, в чем суть поправок. В Десногорске информационные стойки находятся на Центральной площади и в парковой зоне 4-го микрорайона. Акция «Волонтеры Конституции» проходит до 1 июля – дня общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ В конце выпуска о погоде. 16 июня в Десногорске солнечно и ясно. Температура днем плюс 28, ночью плюс 17. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!